Привет всем любителям радиоуправлённых моделей! Сегодня мы будем распаковывать вот такую вот классную посылочку. А внутри этой замечательной коробочки находится самый дешёвый и, наверное, почти самый маленький квадрокоптер. На коробочке мы видим краткие характеристички. Квадрик замечательный тем, что у него есть даже функция типа возврата домой, но мы все знаем, что это просто обычный Headless Mode. Сразу выспалась небольшая инструкция, небольшой мануальчик. Также пакетик с комплектующими. Здесь мы видим всего лишь, к сожалению, два запасных винтика, зарядное устройство. Но всё-таки рекомендую, конечно, приобрести нормальное зарядное устройство. Отверточка, возможно, для того, чтобы его разобрать. И ещё, возможно, это, скорее всего, ноги. Да, это так и есть. Здесь мы находим сам квадрик. И первое, что я вам, ребята, скажу, он действительно поистине маленький. Внутри мы сразу же получаем аккумулятор. Крохотный, крохотный, очень крохотный. На нём написано 3,7 Вольта, однобаночный, соответственно. И 150 мАч 30С. Хорошо. Защита винтов уже установлена. И, судя по всему, её можно очень легко снять. Моторки крутятся без проблем. Естественно, здесь установлены коллекторы. Заказал я в чёрном цвете. Написано сверху A-Chain. Как многие знают, A-Chain это внутренний бренд Banggood. И также получаем мы очень смешную аппаратурку, которую, блин, очень нелепо держать в руках. Сейчас я вам покажу сравнение с нормальной аппой. Поставил я рядом свою турнигу. И вы, возможно, видите большущие отличия. Ну что ж, я думаю, это всё по комплектации. Давайте посмотрим, чем питается пульт. Ага, и вот здесь нам пригождается отверточка. Откручиваем небольшой болтик. И видим, что аппаратурка у нас питается от трёх мизинчиковых батареек, либо же аккумуляторов. Сейчас я их туда вставлю. Ну что ж, я вставил батареечки. Давайте теперь включим аппаратурку. Ага, аппаратурка включилась. Прикольненько так она издаёт звуки, если честно. Так, ладно, выключим её. И опять включим, так как я хочу посмотреть, как всё-таки летает этот клад. Включаем аппаратуру, подключаем питание нашего квадрика. Надеюсь, что аккумуляторчик хотя бы немножечко-то заряжен. Так, ладно, попробуем вот так. Да, сначала включается квадрик, а потом аппаратура. Обалдеть, моторы крутятся очень тихо по сравнению, да, наверное, хоть с чем. Так, первое, что я хочу сказать, что управлять такими стиками, переходя с нормальных стиков, очень неудобно. Ну ладно. Что же, давайте я попробую показать вам полностью его маленький размер. Для примера покажу свою 250-ку, которая сейчас, можно сказать, не влезает в кадр. Итак, если поставить 250-ку, а сверху поставить наш A-Chain H8 Mini, то мы получим вот такую вот картинку. Или вот, например, на луч. Да, он в длину луча, наверное, одного, как у ZMR-ки 250-й. Или также могу показать в сравнении с аккумулятором OnBIG 4S, да, то же самое. Можно сказать, вся рамка, это и есть один аккумулятор. Вот такой вот он маленький. Итак, сейчас я покажу, какие кнопочки за что у нас отвечают. Вот эти две кнопочки и вот это, это у нас триммеры. Это у нас режимы включения и выключения аппаратуры. Правый стик отвечает, как я понял, за флипы, а левый за включение Headless, автовозврат домой. Вот, собственно говоря, и всё. Ну что же, ребят, я уже немножко тут полетал, порезвился, и мой вывод, можно сказать, первый комнатный, то, что этот квад нереально прикольный. Он достаточно быстрый, юркий и очень круто крутится по рудеру. И, в принципе, за свои деньги он мне очень сильно нравится. Что же, а на этом у меня всё. Всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки под этим роликом. Всем хорошего настроения, удачных вам полётов, ребята. Редитесь на квадриках. Всем пока.